Они хотят уничтожить прошлое Америки, историю Америки. Они хотят уничтожить историю, какая бы она ни была, хорошая, плохая там, я уверен. И, ну, большевики, то же самое, что делали большевики. Теперь коронавирус не сработал, теперь убили вот этого чернокожего бандита, который у нас теперь примерно святой. Я думаю, что уже мавзолей скоро будут ему строить. Улицы переименовали в Италии, улицы переименовали. Где Италия? Где этот чернокожий бандюган, которого полицейский бандюган убил? Ну, Трампу, президент Трампу, я бы тоже уже посоветовал, что все, хватит, хватит ждать. Давай, наводи порядок. Здравствуйте, уважаемые друзья канала Суби Ньюс. У нас сегодня, ну, не то чтобы гость, а человек, который чувствует себя полноценным участником наших программ, и, конечно же, чувствует себя как дома. Это капитан ВМС США в отставке первого ранга Гарри Юрий Табак. Здравствуйте, Гарри. Привет, Украина. Привет всем, кто нас слушает и смотрит. Гарри, самым начат... Привет, Василий. Да, здравствуйте еще раз. В самом начале хотелось бы узнать, как вы видите там изнутри. Вот сегодня снова СМИ американские публикуют новые опросы, где Байден все в новых штатах начинает опережать Трампа. И в связи с этим, как на сегодня, на ваш взгляд, обстоит ситуация с тем, что будет все-таки на выборах. Как вы думаете, и как это будет связано с тем, что происходит сегодня, а именно с вот этими вот протестами, захватами зданий, районов, Сиэтля, например, и так далее. С одной стороны, конечно, мы понимаем, что действительно в СМИ отрыв растет, а с другой стороны, то белому населению нужно вокруг кого-то сплачиваться, да, вот большинству. Итак, на сегодняшний день, какие вы видите оценки на шансы кандидатов в будущем? И что нужно сделать каждому из них, на ваш взгляд, чтобы они за эти считанные месяцы увеличились? Что бы на месте демократов сделали бы вы, и что бы на месте Трампа, республиканцев, то же самое, что бы вы предложили? Ну, сразу такое много, общем-то, первое, я хочу сказать, что я ничего не чувствую, потому что я нахожусь в республиканском штате, в республиканских городах и штатах, все спокойно, ничего такого нету, полиция, вчера я полицейских видел, стоял с ними, разговаривал, сказал им, что мы их любим, что мы их уважаем, говорю, спасибо, иди дальше. Ну, спокойно, спокойно, наверняка-то люди не забывают вооружаться, как вы считаете, Игорь? Нет, нет, вооружаются, ну, в Америке вообще все, как бы народ вооружается, но вооружается как раз вот та часть консервативная, та часть вот республиканская, как бы сказать. Но я даже не хочу сейчас делить на республиканцев, демократов, потому что это уже, ну, не партии там республиканские. И когда я вот был ребенком, я помню, в Америке были, ну, разницы большой не было между республиканской и демократической партией. Они все были такие центристами и профессиональными такими политиками, там было очень мало разницы между ними. Ну, фундаментальная разница была, что демократы хотят больше дать силы центральному, Вашингтону, чтобы Вашингтон решал больше, там, какие школы, университет, как действовать в каждом штате. А республиканцы хотели дать вот больше прав на штат, что штат должен там свою медицину иметь, страховки, разные, ну, свое управление больше такое локальное, чем это. Это вот была такая фундаментальная разница. Конечно, сейчас уже огромная популяризация идет, это совершенно две разные категории людей относятся, ничего общего между ними нету, найти какого-то консенсуса они не могут и не смогут. И разница тут не между черными и белыми, потому что и вот то, что я вижу, допустим, даже вот в нашей штате Флориды, это белые протестуют, это белые громят, вот эти вот разнузданные дети богатых белых родителей, в которых кеды там дороже, чем вся, весь гардероб, которые налетают на полицию, а полиция в основном здесь у нас, ребята из консервативной, из Кубы, из Венезуэлы, такие родители, которые, знаете, понимают, что такое социализм, коммунизм, сами они чернокожие или латинус. И вот эти вот белые разнузданные дети, на них нападают студенты, и там орут им Black Lives Matter, черные жизни значат. Они говорят, кому вы это орете? Они говорят, а вы тоже проблема, вы одна из проблем. В общем, это никакого отношения больше не имеет к расизму или еще к чему-то. Это просто две силы схлестнулись перед выборами, следующими выборами, потому что ничего другого не срабатывало. была у нас установлена система, которая называлась двухпартийная, где два клана уже так конкретно управляли страной, это были Клинтоны и Буши, вот они менялись, там приближенные их люди могли быть, родственники их могли быть, говорили, что после Обама уже будет Мишел Обама, следующий президент, ну, его вице-президент теперь выходит на президента. Знаете, больше никого не нашли во всей стране, кроме старого белого мужика, который уже выжил у Зума, и, в принципе, его еще никто не видел, он сидит у себя в подвале и прячется от всего мира. Такой лидер. И каким-то образом, может быть, даже это было сверху откуда-то пришло, выходит в президента человек, которого никто не ждал, ни республиканцы, ни демократы. Его не хотели ни республиканцы, ни демократы. Он пришел извне, он пришел такое исчадие ада для них. И человек, который неподкупаемый, человек, который непрофессиональный политик, вообще в политике никогда не был, и он начинает разбираться с коррупцией, начинается разбираться с Соросовым, начинается разбираться со всеми, куда деньги уходят в Палестину, в Европу, в НАТО, в Украину. Человек денег. И он понимает, что народ грабили, и не только американский народ грабили, грабили украинский народ, грабили российский народ, грабили другие народы. Он начинает разбираться в этом всем. Нет, не годится, это не то, за что я каждый день даю присягу и поднимаю американский флаг каждое утро у себя во дворе это не то и конечно попытка была сразу импичмент скажем и года не продержится будет с ним война экономится к с ним грохнется все люди будут криминал на улице будет всех убивать сюда получалось до точности наоборот эти три года до точности вошел он украину сдаст россии все до точности наоборот получается и что с путиным будет управлять в общем это не проходит ну начали тогда сговор с россией все демократы расследовали расследовали этот заговор с путиным с россией что он него есть компромат ничего не нашли вернулась буберангом это в демократическую партию что кажется это они все делали то у них был сговор это у клинтонов был сговор с путиным они они у трампа значит ну тогда и вот он давление на президента зеленского молодого которую те же самые как бы проблемы что и у трампа команду не может собрать бы начали значит импичмент что он на него давил чтобы тот его оппонента расследовал давили давили устроили импичмент не про импичмент не прошел потому что никаких доказательств нет что было какое-то давление или что был какой-то шантаж или еще что-то было но вернулась буберангом что оказывается это байден давление производила украинское общество и на украинского президента это он их шантажировал деньгами и всеми ссоровскими системы и там было посол замешанный там было наше правительство замешан и как бы мы во время борьбы с коррупции мы американцы возглавили эту коррупцию вот такой вот такой сюрпризик да такой нежданчик получился и опять вернулась буберангом но теперь клюну коронавирус начался это все экономика должна ну и из экономики потому что конек трампа была эта экономика что экономика грохнется во всем мире экономика грохнется неважно любой ценой надо от него избавляться потому что сейчас пересажает всех это все это болото спустит а экономика не грохается наоборот растет неужели вы хотите сказать что коронавирус был придуман вот это вернее не сам вирус а это якобы эпидемия была придумана именно для того чтобы насолить трампу или это просто нет 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 я думаю что нет это не было придумано специально я не верю в какие-то заговоры но я верю в то что целые армии людей занимаются ним они ищут причину или ищут возможность как завалить своего оппонента как победить в этой войне поэтому коронавирус а вот сейчас он сыграет на руку мы будем грохать используя коронавирус мы закроем города закроем экономику закроем бизнесы закроем все никто не все будут сидеть по домам голосование будет imposte все они начали использовать начали раскручивать это потому что я думаю что сейчас уже не говорят что может быть через changа с этим коронавирусом может быть недостаточно никто толком ничего не знает но пока что использовать это против своего оппонента политического сразу все я хочу сказать что все моментально сразу политизирует мы сейчас тобой говорим кто-нибудь это политизирует я даже знаю кто эти же платформы они сразу скажут что я там трампист что я республиканец ничего подобного я и обама защищал я военный человек когда обвиняли обама то что он был рожден в кении они в сша и он президент соединенных штатов америки незаконно я говорил это неправда это фейк и надо выступать фейки поэтому что-то почему тогда меня не обзывали демократом и обам овцам нет просто когда говорят неправду когда говорят что про про трампа очень много неправды очень много фейков я выступаю теперь коронавирус не сработал теперь убили вот этого чернокожего бандита который у нас теперь примерно святой я думаю что уже мы в зале скоро будут ему строить улицы переименовали в италии улиц где италия где этот чернокожий бандюган которого полицейский бандюган убил но используется это теперь используется это ну и вот начались такие беспорядки беспорядки опять же как они начались они начались в городах где рис где демократические мэры они хотят чтобы это безобразие что все вот это крушение все из-за трамп там где демократические губернаторы это происходит есть какие-то митинги там где и республиканская власть но но они более они мирные нету этого грабежа нету этого погромов нету избиений нету перестрелок а в этих демократических штатах и демократических городах идут перестрелка они убивают и полиции хотят избавиться поэтому это никакого отношения к россии не имеет поэтому они сносят памятники до сносят памятники снесли памятник человеку раулю валенбергу который спас там тысячи из евреев венгрии от вашего от уничтожения причем какой он расист на почему его памятник снизу обгадили мой памятник который поставил юра и пиливы первому коммодору еврейскому филадельфии который отменил телесные побои у нас во флоте первую в первый флот где отменили лесный по какой же он расист в чем дело сам страдал от антисемитизма и начали уже сносить по моему хотели снести в вашингтоне памятник шевченко они же даже не знают кто это и что это пушкину не снесли потому что гарри у них уже иисус христос европея с белой расы да его тоже надо поэтому тут нету никак а сносит это у вас христос у них уже этот европей тогда но это самое самое парадокс что это не чернокожие чернокожие как раз большинство лидеров чернокожих актеров чернокожих чернокожих лидеров к и священников там таких они наоборот уступать это делать идет и какая какой расизм у нас здесь из африки из из гаити и из кубы люди отдают жизнь чтобы попасть сюда чернокожие люди ну как бы они ехали туда и хотели жить там где такой расизм ужасный поэтому это большевики это вот это антифа сейчас уже выяснилось что эти black lives matter вообще не к чернокожим никакого отношения вообще не имеют они используют это население бедное неграмотное население чтобы собирать деньги себе а это переходит все в демократическую партию огромный у нас компания гарри еще пока от памятников не ушли еще один свежий пример вчера снесли символический памятник женщине честь столетия принятия 19 поправки конституции которая гарантирует избирательное право женщинам то есть этих ребят уже и женское избирательное право не устраивает но понимаешь они же это не делают потому что их не устраивали даже не знают это они хотят уничтожить прошлое они историю америки они хотят уничтожить история какая бы она ни была хорошая плохая там я уверен и ну большевики то же самое что делали большевики если мы сейчас будем изучать историю россии никто ни хрена не может понять потому что все было изменено и сковеркано и изменено до такой степени у нас еще в девяностые года было такое что когда нас спрашивают что же будет с россией мы говорим у россии не только непонятно и будущее у нее даже непонятное прошлое предсказуемое прошлое потому что каждый раз что то новое из прошло это только за эксми демянской низовик Павлик Морозов, не Павлик Морозов. Каждый раз, но большевики, не большевики оказывается, а они меньшевики. Их меньше всего было. И вот это то же самое. Эти технологии не изменились. И используют это вот эти профессора, студенты. Это кто этим занимается здесь. А не матросы и крестьяне. Гарри, скажите, пожалуйста, правда? Вот мы общались недавно с профессором Знаменским из штата Тенниси. Он профессор университета по истории. И он говорит о том, что в последние годы научный состав преподавателей правых взглядов поголовно выгоняют из учебных заведений. И оставляют вот этих вот только леваков. Если кто-то заикается о противоположных взглядах, они увольняются. Правда это или нет? Да, это правда. Это правда, если вы попробуете сейчас в университете сказать какие-то вещи, которые сказать там, я не поддерживаю Black Lives Matter. Тебя выгонят. Тебя выгонят с работы. Тебя даже выгонят с государственной работы. Что ты не пойдешь? Ты что, расист? Я не хочу на колено вставать. И я против этого. Все, значит, ты расист. Да, и это такая пошла мода. И огромные компании, которые дают много денег здесь. Опять же, это понимаешь, как это все политизируется. Им нужно избавиться от Трампа, потому что Трамп с Китаем связался. С Китаем, это значит, их фабрики надо переводить из Китая. Значит, в Китае они не... Это права человека будут защищаться. Значит, в Китае они не смогут использовать детскую силу, рабскую силу, силу рабочих этих зэков, заключенных. Все это противозаконно. Трамп накладывает на это все санкции. И этим компаниям огромным им это невыгодно. Поэтому они берут и дают огромные миллионы денег. По-моему, уже полтора миллиарда долларов компаниям, как Сыско, как Airbnb, еще какие-то компании уже им надавали денег этим Black Lives Matter, что они защищают против расизма, что за равенство, за честность, за право. Значит, здесь они дают миллиарды долларов за честность, за право, против расизма. А там, в Китае, они используют детскую силу, рабскую силу, права человека, их там сильно не волнуют, потому что оттуда они продают сюда. А Трамп этому мешает. Понимаешь, поэтому это получается, у нас тут война не между демократами и республиканцами, не между черными и белыми, а между цивилизацией и вот этими, которые разбивают памятники, пытаются уничтожить всю американскую историю. И как большевики, они пытаются, знаешь, они говорят здесь, что они пытаются разогнать полицию. Они не пытаются разогнать полицию, потому что во всех штатах они полицию разогнать не будут. Они пытаются федерализировать полицию, они пытаются сделать то, что было сделано в Советском Союзе, они пытаются сделать полицию центральной, которая будет отвечать Вашингтону, как МВД. Создать целое министерство, где будет руководить во всех штатах одна полиция. У нас есть федеральная полиция, ФБР, но ее уполномочия очень ограничены. В каждом штате есть своя полиция, в каждом городе есть еще своя полиция. Поэтому, что у нас получится, что полиция не будет отвечать мэрам городов избранным или губернатором городов еще, она будет отвечать министерству в Вашингтоне. Поэтому будет контролировать. Вся сила полицейская будет сконцентрирована в МВД, в штабе МВД, в Москве, в Киеве, в Вашингтоне. И, таким образом, у нас, также они хотят, чтобы выборы были у нас по большинству, чтобы не электоральные выборы шли, а большинство, как они говорят, других стран, как в России, как еще где-то идет. Таким образом, у нас, в принципе, будут избираться только президенты из штатов Калифорнии, Нью-Йорк и Иллиной, большие штаты. А это демократически. Значит, у нас будет однопартийная система. И у этой однопартийной системы у нас будет МВД и ФСБ и все вот эти вот, как бы, не правозащитные силы, а силовые структуры, сконцентрированные в одном кулаке. Вот чего они добиваются. Просто эти дебилы, которые бегают и везде краской обливают все и сносят памятники и ломают магазины и грабят их, это Шушера, это она не знает, что она делает, она не понимает, она думает, что или она просто грабит для себя, это совсем-таки низкий, самый низкий из них клан, или та, которая идейная, но они идиоты, они не понимают, борются за идею, которую они не понимают. Гарри, действительно, сейчас очень тяжело сказать, что не только черные жизни важны, но все, все жизни граждан США очень важны и на это сейчас зачаиваются немногие, в их числе вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пэнс и скажите, пожалуйста, много ли на него обрушилась шквала в эти дни за то, что он не сказал про черные жизни? Да, конечно, это ты сразу выпадаешь, это сразу ты расист, и ты попадаешь, ну, понимаешь как, это все расисты, если начинать спрашивать, кто из наших, кто в истории был идеальным человеком или правильным человеком, таким, которого мы можем все любить, как мы все любили дедушку Ленина, что, ну, идея, ну, нету такого человека, и все люди, которым мы ставим памятники, они все были для кого-то герои, а для кого-то нет, знаешь, у меня этот спор же давно идет, поэтому я к этому как бы привык, потому что меня, моя община всегда гнобит вот из-за украинцев, а они там поставили памятник Бендеры, а он был плохой человек, во-первых, давайте разберемся, какой он человек был, и кто его сделал плохим, и какой он нахрен коллаборант, если он прочли, что всю войну просидел у немцев в концлагере, как он коллаборант. брат его там погиб, а отец его погиб в концлагере в Сибири уже, в коммунистическом. А воевали бы бендеровцы, по-моему, до 56-го или какого-то, то ли, а то или до 60-х каких-то годов, они еще там бегали, сопротивлялись. Так какие они коллаборанты, когда уже немцев не было в 45-м, ну, фашистов, нацистов, в общем, это глупости. Кому они тогда прислуживали 10 лет еще? Да, это тебе вбили в голову, это тебе вбили в голову, и ты уже не можешь этого, я сегодня один оскорблял по 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 фейсбуку, тебе уже это вбили в голову, и ты уже не можешь от этого отказаться, потому что ты верил в это всю жизнь, и я, это маразм, это вроде интеллигентный человек, вроде как мыслящийся, он говорит, вот ты с ней, там это, я никогда не буду разговаривать или дружить с теми, с внуками тех, кого деды убили моих родственников, а ты уверен, что твой дед не убивал их родственников, вот я не понимаю, как люди, вот я, вот я, например, дружу с Марко Бендер, с родным племянником Степана, я говорю, прекрасный человек, он профессор, он такой, головастик, в нем, по-моему, нету, ну, ни одной там, какой-то клетки ненависти вообще к кому-то, он, он наоборот, поддерживает и Израиль, и в Америке, и все такое, я говорю, так что ты хочешь, я морду набил, вот я не понимаю, откуда вы выходите, у вас вот эта зараза, этот, я не хочу сказать, лишний хромосом, потому что это не было, ну, некрасиво по отношению к даунам, людям, которые болеют даунами, потому что дети, у которых даун, синдром, это очень, они прекрасные, добрые, и безобидные люди, они очень такие милые, как раз, поэтому, а эти придурки, они, у них как раз, наверное, не хватает какого-то, не знаю, они как раз очень злые, и неправильные. Кстати, все беды на планете от самых умных, между прочим. Ну, да, да, шибко, как говорится, шибко умные профессора. И у нас проблема, вот мы тут живем, это то, что у нас называется русский район, да, но русских здесь мало, я честно вам скажу, русских реально мало, вот, кто угодно, так как у нас общий язык русский, и везде, на всех магазинах, и повсюду, у нас живут русские. тайну, но в российской федерации русских тоже мало, тоже мало, потому что русские, это довольно-таки тонкое понятие, и они все в Израиле, я знаю, и он говорит, мы русские очень умные, особенно евреи, и на пляже все они, знаешь, кучкуются вместе, но уже все там не молодые, которые кучкуются, они же на работу, не надо ходить, мы сидим, и у всех одна и та же проблема, говорит, мы все приехали в Америку, мы все за Трампом, мы все за капитализм, мы не хотим ничего бесплатного, мы не хотим бесплатных квартир, бесплатного обучения, бесплатной медицины, мы ничего этого не хотим, и мы рассказываем, как ужасен, и как вот начинается то, что мы видим, что сейчас происходит, это то же самое, что и происходило при большевиках, как они сначала говорили, да ничего страшного, там оружие надо сдать, да ничего страшного, этот памятник надо снять, да мы за права, да все будут равны, да черту оседлости отменим, да то и все, и хлеб людям, землю крестьянам, хлеб рабочим, все это, и все повели, и ведутся, народ ведется на это, и даже интеллигентные люди ведутся на это, и мы объясняем, говорит, это бестолку, наши дети нам не верят, они говорят, нет, 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 вы не понимаете, тут идет борьба за права человека, за справедливость, у некоторых, у которых одна у нас здесь женщина, у нее у сын, она говорит, нахрен я сына сюда привезла, в Америку, обучила его, платила много денег, он сейчас стал доктор наук в университете, я, говорит, с ним разговаривать не могу, и у нас у многих проблемы с детьми и с этим, они все левые, вот даже мои двое, я не буду о чужих детях говорить, я буду говорить о своих других детях, у меня два ребенка, и один, как бы, закончил университет, такое, очень много образования, и у нее есть такие настроения, которые она говорит, нет, это все не так, как вы думаете, это люди имеют право на высказывание, люди имеют право на то, люди имеют право на все, а второй у меня ребенок, он как раз не учился в университете в Америке, он актер, и казалось бы, он в такой актерской атмосфере, где все левые, а он как раз таких правых настроений, почему? Потому что он видит, как он не может рассказать анекдот, потому что кто-то обидится, его могут судить, потому что он видит, как он не может высказать свое мнение, потому что его затопчут, а он не хочет быть, он хочет выделяться, он видит, что когда он зарабатывает много денег, государство у него забирает половину, это он говорит, подожди, я работал с утра до вечера, я выступал, я не ел, не пил, и у меня забрали половину моих денег, я ему говорю, ну ты должен помогать безработным, беззади, ткани тунеядцы, ткани-то все, у него уже правое настроение, понимаешь? И, конечно, это тоже такое подпитывается нашим государством, вот, что они сейчас сделали с этим коронавирусом, они взяли и дали людям по безработице, вот у вас бизнес закрылся, или вы у вас по безработице будут давать 6 месяцев оплачивать вам, потом еще дали где-то 1200 долларов на каждого человека, работает он, не работает он, не важно, пенсионер он, не пенсионер, вот как моя там финансовая ситуация изменилась, никак, но мне государство во время этой пандемии выдало еще 1200 долларов, за что, чего, непонятно, всем говорят, что еще сейчас выдадут, так получается то, что когда обратно мы открываемся, чтобы начать работать, многие люди не хотят возвращаться на работу, ну, какие люди, там, официанты, там, такие люди, которые, там, водители, им нет смысла возвращаться, они больше зарабатывают, сидя дома, ничего не делая, вот сейчас эти 6 месяцев, а у нас сейчас как раз 6 месяцев, до выборов, чем, и все вот это вот подгоняется, для того, чтобы избавиться от Трампа, это наблюдать за этим очень интересно, поэтому, конечно, ему сложно, это я так долго отвечаю на твой вопрос, Василий. Ну, я люблю задавать вопросы длинные и многоступенчатные, соответственно, они просто требуют соответствующих ответов, Гарри, Вы, честно говоря, вызываете у меня тревогу своей информацией, Вы говорите о том, что молодое поколение в Соединенных Штатах, даже вот дети, и Ваши, и Ваших знакомых, они, ну, если не все, то в большинстве, наверное, своем, левые получаются у Вас почему-то, они почему-то краснокузы, я бы сказал, как Вы считаете, насколько это тревожно, и как это вообще кажется на, я думаю, не только в Америке, это, мы наблюдаем, дети, молодежь растет без ценностей, молодежь растет потребительская, молодежь не изучает историю, не интересуется тем, что делали, и во что верили их пращуры, их дедушки, бабушки, и более древние поколения, они не знают, что происходило на их земле, столетия, тысячелетия назад, и это все печально, как Вы считаете, насколько эти тенденции опасны вообще для существования, как американской, так и взагали, как говорят в Украине, общечеловеческая цивилизация? Это, конечно, опасно, особенно, когда такая держава, как Америка, когда сегодня очень много зависит от Америки, сегодня с высокими технологиями, с долларом, как международной валютой, ядерная держава, держава, у которой большинство договоров международных, мульти, международных и односторонних, и многосторонних, это опасно, конечно, если будет какой-нибудь такой, не дай бог, как большевистский переворот, но опять же, вот этот большевистский переворот, там, в России 17-го, он не случился, там, с февраля до, до ноября, с февраля 16-го до ноября 17-го года, да, это происходило, может быть, там, с декабристов еще времен, или еще когда-то, это такой процесс, который нарастал, 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 в Америке он тоже нарастает, 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 у нас тоже это не первый раз, у нас происходило это, если вспомнить, то эру хиппи, когда у нас были тоже огромные протесты, они не хотели работать, длинные волосы, клеш, марихуана, все это тоже было, потом это каким-то образом успокоилось, и тоже они ходили с красными флагами, с коммунистами, за советскую власть, сейчас это происходит то же самое, ну, не то же самое, я думаю, что просто я того-то не помню времени, но мне, у меня впечатление, что это хуже, да, потому что тогда хотя бы правительство и мэры городов, и губернаторы городов не поддерживали это, они все-таки были против, власть была против этого, а сейчас половина власти из-за этого, и половина там министерства, чиновники, многие из-за этого, тогда полицию уважали и побаивались немного, а сейчас вообще ее там во многих местах не держат за власть, на коленях. Поэтому, конечно, ну да, это вот такой семнадцатый год, можно сказать, трудно увидеть, потому что страна богатейшая и огромная, и, конечно, это трудно увидеть, потому что это все-таки такие очаги, вспышки отдельные, это не то, что по телевизору показывают там, по-российскому, и кажется, что вся Америка горит, нет, это какие-то там несколько кварталов в нескольких городах, но все равно это такой признак нехороший, особенно если люди уже начинают поговорить так, а что может за Трампа не голосовать, знаешь, вот особенно нас русскоязычного, он говорит, может там за Трампа не голосовать, потому что шли за Трампа голосовать, потому что, ну, выберут Байдена и все успокоится тогда, а если сейчас Трамп опять, так они опять все возбудятся, вот такой менталитет, знаешь, идет. У меня была большая там перепалка, я не знаю, или ты видел, где там с Равином схлестнулся и с левым иммигрантом русским тоже, что они говорили, да, надо пойти голосовать за демократов, потому что хотя бы там наши люди тогда будут, знаешь, я говорю, вы коллаборанты тогда получаетесь, но неважно, это, конечно, я считаю, что в этом есть опасности, но это, опять же, это же захватило не только Америку, и в Австрии это происходит, и в Австралии, и в Канаде, и в Италии, и во всей вот этой старой Европе стоят на коленях, что-то там, просят прощения, нападают на полицейских, пошла вот эта вот какая краснопузая, как ты говоришь, красножопая, или как ты сказал, зараза, которая начинает, это инфекция, это такой рак, который и заражает, это в основном наших детей, к сожалению, опять же, я это всегда говорил, что тяжелые времена создают сильных людей, сильные люди создают хорошие времена, хорошие времена создают тяжелые времена, и вот слабые люди создают тяжелые времена. Поэтому, да, конечно, я считаю, что у нас проблема зародилась не так давно, вот с высокими технологиями, потому что когда-то была человеческая мудрость, считалась очень, имела большую ценность, вот такая, знаешь, простая человеческая мудрость, вот эти простые человеческие выражения, поговорки, вот моя бабушка, например, она, у нее было там, у меня два класса образования, она сама научилась читать, писать, она была мудрейший человек, к ней приходили люди за советом, все это, потом каким-то образом, вот уже мои родители, они уже заменили мудрость на образование, ты должен был быть образованным, ты должен был закончить институт, все, и считалось, что человек, который закончил институт, вот он знает, а тот, который пахал землю, вот он не очень соображает сильно, что ему нужно от этой земли, как ему лучше жить, поэтому вот этот, который закончил институт, в принципе, может ему диктовать, как лучше жить, потом образование, уже в моем возрасте, ну и в твоем, и вот заменили информацию, образование, заменили информацию, тебе в принципе ничего не нужно, кроме вот этого телефона, все, вся информация, что тебе нужна, она в этом телефоне, поэтому образование, которое сейчас получают все у нас в университетах, они нахрен никому не нужны, они не умеют пользоваться библиотекой, они не знают, как достать информацию, вся информация, если раньше ты должен был идти в библиотеку, искать информацию, ты мог получить информацию от там двух каналов в телевизоре, и от газеты, а в основном ты должен был идти в библиотеку, и делать расследование, когда ты хотел что-то узнать, сейчас ничего не надо, ты включаешь этот телефон, эту информацию, через две минуты, правильное, неправильное, в основном это все дезинформация, но неважно, у тебя все в голове получается, это каша, ты не можешь разобрать, где фейк, где правильно, а уже вот это, наше молодое поколение, оно уже даже над этим и не заботится, оно даже уже в телефон не смотрит, оно говорит, и этот телефон им отвечает, что они хотят слышать, только то, что они хотят слышать, потому что уже изучили, что они хотят, если я там оружие смотрю все время, мне все время про оружие что-то поступает, если я порнографию смотрю, мне все время что-то про порнографию поступает, девчонки какие-то, проститутки или еще, если я там о деньгах все время забочу, мне все время телефон этот выдает про деньги, уже нами управляет какая-то сила, которую мы не видим и не чувствуем, поэтому да, у нас это проблема, что люди, и что я хочу сказать, вот это у нашей молодежи, что у них теперь получается, у них нет истории они не знают историю свой у них нет мудрости потому что для них это вообще непонятная вещь у них в большом счету образования хорошего тоже нету потому что это она не нужно уже это все тебе главное бумажку получить тебе профессор университете который-то научит как требовать и протестовать и требовать от государства с тебе должны давать бесплатные шприцы и должны давать бесплатные телефоны что должны давать бесплатно то бесплатно все что полицию не надо уважать и слушать и все и вот а люди у которых нет ни прошлого не истории не веры во всевышнего в бога не если у тебя не у людей которых нету мудрости нету образования нету чести нету благородства у них нету будущего и что у таких у такого народа будущего нет к сожалению сегодня у нас охвачен практически весь мир эти мы все у нас у всех это проблема у вас еще я думаю в украине не так потому что вам надо драться вы все-таки находитесь войне израиль какое-то время тоже держался сейчас там тоже левых полно ну да война и борьба она тонизирует немножко и до заставляет задумываться они просто покупать и бегать по барам гарри поскольку я естественно задают задаю многоступенчатые вопросы мне показалось что вы на один из них вначале не ответили не до конца именно я все-таки спрашивал как на данный момент ваши впечатления о том как именно повлияют вот эти вот протесты леваков на шансы обоих кандидатов и чтобы вы им обоим посоветовали для улучшения их позиции если вы не хотите давать добрый совет демократам из принципиальных соображений тогда сохраним эту тайну когда просто нет я понимаешь как опять же я я конечно за республиканцев но я не за всех республиканцев я считаю что у нас и с республиканской партии огромная проблема вот и не знаю ли это ответит на то этот например республиканской армии республиканская армия республиканская партия должна уже что-то делать она должна действовать они сидят и молчат один или два сенатора что-то там высказала что нехорошо памятники ломать что нехорошо полицейских бить нет они должны выйти и продвигать законы они должны настаивать на своем выступать разговаривать со своими избирательными комиссиями избирателями со своими как это включиться в бой а что они сидят все и молчат тоже если они скажут о я не поддерживаю black lives matter или я там считаю что антифа я согласен с президентом трампом что антифа террористическая организация он уже дрожит что сейчас он потеряет какие-то голоса понимаешь а его тогда не переизберут ты знаешь эти республиканские просто потому что политик себя называет республиканцем он не значит что он меньше проститутка чем демократ это нет совершенно не так политики вообще не хорошие люди вот я не знаю и честное слово я тебе говорю я каждое утром просыпаюсь смотрю на себя в зеркало вот и слава богу я родился солдатом они они политиком потому что я бы не смог с собой сам собой жить за это а это я бы посоветовал республиканской партии республиканским политикам чтобы они начали действовать трампу президент трампа я тоже уже посоветовал что все хватит хватит ждать давай наводи порядок он пугается горит если вы не наведете порядок то я сейчас наведу порядок и все начинают вопить а он пугает а вот он диктатор а он то он все а я считаю что это ему поможет что люди увидят что он вообще такой мужик-то решительный он принимает решение даже не популярные сильно и держит критику держит удар но сейчас конечно него предвыборная кампания поэтому видать он тоже так разные там советчики советуют разные вещи но в полу я думаю что уже пришел момент когда он должен навести порядок сам не не рассчитывать на какую-то резонность или действия от этих бесполезных мэров и бесполезных губернаторов которые не черта не делают а пытаются знаешь как и и и рыбку съесть и на елку залезть и не завод а до демократам что я могу пожелать им я могу пожелать что они уже должны переименовать свою партию они как ничего демократического в их партии нету их один и тот же значит как зюганов там жириновский один и тот же все время глава партии полосе уже сколько и там 120 лет на 50 лет конгрессе никак не может она отцепиться от этого там одни старики новая кровь ужасно левая это кортеза умар это все и поэтому а байдену я бы посоветовал выйти из своего подвала он уже в подвале у себя прячется не знаю сколько месяцев предвыборная компания а него ничего не слышно и не видно или я не знаю ли он сам прячется боится выйти или его партия не выпускает потому что явно чудак не в себе он путает он не может больше семи минут говорить он начинает путаться у него но у него уже старческий маразм конечно это явно видно и это выглядит он несет чпуху его обвиняют в том что он говорит что нет он в этом не участвовал нет он этого не помнит и говорят что он врет а я не думаешь он врет этому что он реально уже не помнит и и путаются в показаниях вот поэтому гарри а как вы думаете если бы способен ли байден на то чтобы уступить дорогу кому нибудь мало думала многие огонь или аналитики говорят что если бы нашли более энергичного и молодого человека на должность кандидата демократов то у трампа бы уже не было шансов ваше мнение способен ли на это так у них же был ниже были эти кандидаты и он может еще и может еще уйти но но можно но это уже довольно таки поздновато я думаю что они сейчас говорят нам тоже все понятно с байденом пляж это же это же у них в партии тоже нет такого это кланы это кланы такие-то такие мафиозные структуры а он следующий мафиозник должен был войти и никто с ним бороться не может это такое обама вский клан часть вот это клинтов скле они за не клинтонского клана а как есть бушевский клан это такой а это такой я клинтонский клан но у них другого нету потому что это уже будет не из их клана не язык не язык не язык семьи поэтому что поэтому они что сейчас говорят демократы они говорят такую вещь они говорят а вы за него не голосуйте вы не за байдена голосуйте вы голосуйте за за вице-президента кого он возьмет вице-президента все говорят что он возьмет чернокожую женщину вице-президент и вот за нее вы голосуйте потому что через три месяца он подаст вас ставку или заболеет или еще что-то будет и вот она станет президентом поэтому голосуйте за нее вот такой подход нашли демократы теперь что конечно это я считаю с демократической точки партии точки зрения то это чушь но смотри все равно это не решает нашу проблему это просто ее откладывает я считаю что даже если трамп выиграет второй срок и наведет какой-то порядок и сольет это болото и наведет порядок там и поможет навести порядок в нато продолжать его он и украине с россией разберется и грузии по моему даже если все это сработает как нам всем бы это хотелось это не значит что следующий президент не придет левый коммунистический красножопы как сэндерс или еще кто-то гарри мы уже говорили о памятниках вы упоминали кстати дедушку ленина которого в нашей молодости юности все любили и которому как вы знаете не понаслышке будучи частым уже можно сказать родным гостем украине видите как проходит декоммунизация как вы считаете вообще ваше отношение к сносу памятников есть ли люди например такие как сталин гитлер ленин которым действительно нужно сносить памятники безоговорочно по всей территории принявший такой страны либо это должны все решать местные общины и вот такие вот протестанты вообще ваше отношение к памятникам и какие люди могут оставлять после себя памятники а какие нет где конкретная черта на ваш взгляд понятно что она у каждого своя но вот ваше мнение мое мнение по моему я разделю с хазаном или с райкиным я сейчас не помню скажу памятники надо делать такие знаешь вот он стоит там в халате или в плаще человек а голова откручивается чтобы их не сносить потому что это дорого просто пришла новая власть этому открутили бошку нового прикрутили голову и таким образом сейчас и происходит но я скажу я против вот вандализма как чей бы памятник не волчий какая бы структура не было тут один тоже у нас левак русскоязычный из калифорнии говорил не ну вот этот памятник можно сносить этот не то что вот этот памятник не имеет никакой там ценности искусства искусства ценности или исторический как он это решал что имеет что не имеет ценности там но он же это же не давид там и давиду тоже надо снести потому что он разрывает пасть льву а это издевательство над животными это тоже нехорошо значит тоже давайте разобьем нет но этот памятник ценно иску как он определял это все ну вот он считал что да вот он за права за за честность за справедливость а кто против того расстрелять того в гулаг потому что они конечно потому что он же за честность он же за справедливость и все такое понятное дело шок если ты против этого то ты тебя надо убить поэтому я я против это я считаю что если вам не нравится какой-то памятник это может быть в истории такое происходит все время что вы хотите его убрать что он ваше общество больше не воспринимает этого человека как какого-то героя или какого-то еще чего-то поэтому надо решить общины которые вы живете снимать этот памятник или не снимать памятник но вот так вот сносить их или как в италии взяли переномар переименовали улицу флойда там взяли какую-то улицу какого-то джузеппе гарибальди взяли перезинали флойд где гарибальди где блин флойд этот но вот эти там каких-то красные бригады и решили это сделать у вас ничего не спросили я считаю что это надо и потом я считаю что памятники не надо уничтожать я я вот с вашим этим согласен с гордоном он по моему он это сказал что надо иметь какой-то музей или какой-то открытую местность куда они все свойства и вы тогда если захотите можете пойти показать такая практика существует во многих странах это не дима придумал но тем не менее не а ну я не знаю я просто слышал что он это сказал и бывший социалистический лагерь в чехии такое есть больше да я бы я бы странах балки я в чехии да в чехии я был музей коммунизма что очень хорошо я бы привел своего ребенка туда и сказал посмотри на этот памятник сталину любит все что-то люди ставили они думали что это боги вот тебе вот пожалуйста пример ты можешь увидеть а если вы уже это снесли он что я не знаю это это не пара вот посмотри я живу на такой очень большой улице филадалфия сам бальфу бульвар такой я возле него живу огромный был один из самых больших бульваров ну то есть шоссе огромное шоссе по-русски называется рузвальт это после президента рузвальта вот я считаю что у нас много у нас есть памятники рузвальта такой был очень популярный президент во вторая мировая война вторых он дольше всего был президентом у нас как 4 срока он был президентом и я считаю что его памятники надо снести и рузвальт бульвар нашего звучат шоссе переименовать потому что меня он оскорбляет на потому что я считаю что вот о это он рузвальд дал зеленый свет гитлеру уничтожать евреев то он не хотел уничтожить а свинцам остановить убийство там там но я знаю там пусть мне не пишут что я знаю все причины почему он не делает но это не не поэтому просто меня это теперь оскорблять так что теперь все переименовывать теперь все это переделать у каждой игру есть всегда будет какая-то группа людей авианосица утопить да правильно я забыл нас они тоже авианосица теодору звать другой это тот нормальный да тот нормальный мужик хотя они снесли его памятник тоже уже полом вот эти придурки поэтому нельзя я думаю вот просто тоже всегда будет группа людей которым бендера будет нравится которым будет мне нравится которым там еще кто-то будет нравится кто-то будет не нравится по моему у вас этого возле там где живу в киеве недалеко в парке есть памятник к этому маршалу он забыл ватутину да ватутину ватутину да он погиб при освобождении киева ну вот кому то нравится это кому то не нравится но я думаю что это должен горсовет сидеть и спросить своих убирать его листавлять как решит как решат люди всем все нравится не будет знаешь поэтому всем ты не угодишь но уважать друг друга надо надо уже да ты ты не обязан носить цветы каждый день к памятнику бандера степана бандера но обливать его краской тоже не имеешь права ну и ну и на коленях каждый день стоять перед ним тоже тебя никто не заставляет умеет свое мнение все она ставь уважает других людей уважает другую культуру уважать другую историю каждого есть своя история оснастить все памятники потому я тем больше того скажу все наши у нас есть такое понятие как айви лик скулс а виллы айви лига университетов это самый лучший сет это ел гарвард все вот эти знаменитые куда куда очень трудно поступить и они очень дорогие лучшие университет в америке вот во всех территориях этих университетов шла торговля рабами поэтому может быть снести эти университеты тоже если так все делает у нас мы ради мира и дружбы на земле камня на камне не оставьте гарри нам нужно запретить доллар потому что рабов продавали за доллары я считаю что я вот я как раз за это я считаю что некоторые президенты на долларах у нас имели рабов и вообще были против за рабство или против там против чтобы женщины голосовали против равноправия в стране поэтому все вот эти доллары на которых эти президенты которые вас оскорбляют я предлагаю всех отдать мне я их сам потом найду им как их уничтожить чтобы вы были не оскорблены вот я думаю кто-то слушается зачеркнут примут же в банке да если там лицом что-то у нас даже если рваные у нас принимает всех главное чтоб номер был лайфхак для протестующих да гарри хотелось бы еще выяснить нюанс который меня лично интересует я глубоко копаю тему вот этой вот как я скажу якобы пандемии потому что она не соответствует тому что то что происходит не соответствует этому определению классическому какие эпидемии вот мы видели толпы ходили по улицам соединенных штатов последние месяцы протесты неимоверные там драки все кто-то обнимался кто-то дрался кто-то плевал друг друга кто-то кашлял и при этом смотрим сегодняшнюю стратистику спустя месяц спустя недели пока еще все спокойно и даже идет на спад ну правда некоторые говорят о второй волне но пока серьезного ничего такого не наблюдается хотя все должны были после этих протестов просто перезаражаться и должен выйти в шквал и в том числе в украине вот например сейчас власть отчаянно пугает второй волной рисует новые рекорды заболеваемости при этом скромно умалчивая о том что тесты в последние недели почему-то увеличенные тестирование увеличена по стране в два раза ну соответственно и выявленных поднялась планочка ну правда на 30 процентов то есть по корреляции получается спад идет все равно они тестируют два раза больше показывает нам страшное увеличение на 30 процентов заболеваемости и от шари как не имея к нему ни капли уважения даже испытывая к нему презрение он все четко показал официальную статистику что зачем-то специально увеличили в два раза количество тестов чтобы показать большую заболеваемость как соединенных штатах сейчас дела с этим обстоят гарри как вообще экономика просыпается ожидается ли вторая волна ожидается ли новые карантинные меры пожалуйста что у вас там происходит и к шаре испытываешь презрение как к вирусологу вирусологу или как просто к плохому дядьке такое испытываешь что кушать не могу случайно листру стулом задел бы открытая официальная статистика на есть свободном доступе просто у нас как бы вот час во флориде они говорят что пошло вверх опять и что опять как бы не хотят там усложнить или сильнее сделать опять контролируем над этим над всем но тестирование нас идет по моему же я не знаю сколько миллионов миллионов людей протестировали меня протестировали на антибаде на антитела я сдавал тест сложно я не понимаю потому что каждый день кто-то выходит какой-то новой информации они говорят то другие это мне конечно опять же с демократической партии точки зрения опять же это все политизируется моментально они выглядят вот трамп не верит ученым ученые говорят что надо носить и ученые горит эти ученые говорят одно перевезешь на другой канал такие же ученые нувер совершенно другое потом те говорят это эти говорят самое самое интересное горе извините перебью самое интересное что по большому счету плевать кто что говорит это личное дело каждого его собственно здоровья и даже конституции есть такой пункт что никто не имеет право навязывать человеку какие-то методы лечения, либо вмешиваться в его здоровье, проводить какие-то масковые эксперименты. Ну да, никто тебя не арестует, ничего за это, но общество как бы на тебя смотрит плохо, если они тебе говорят, ты можешь заразить других, маски же носят, они чтобы никого-то не заразить, они чтобы самому заразить. В общем, я не знаю, это уже у всех каша с этим коронавирусом, со всем, что происходит, никто ничего понять не может. И что мне, единственное, что мне нравится в этом во всем, что когда начались, что был очень строгий, нельзя к никому подходить, везде расчерчены, где ты должен стоять, где следующий должен стоять, где ты можешь сидеть, где это нравится, везде у нас выдают это, чтобы мыть руки, как и с тобой следят. А чтобы люди привыкали к такому, к такой же. Какой-то был, меня это сильно напрягало все, вот я хожу, видишь, это у меня не браслет, это у меня маска. Если что, я одеваю сразу маску и говорю, нет, у меня все нормально, я ответственный гражданин страны. Но меня все это уже до такой степени довело, что правда мне надоело этот коронавирус, чертов, я уже хочу переболеть и все. но я хочу, чтобы все переболели. Мне кажется, все уже перенесли, просто не знаю. Я тоже так думаю, я не знаю. Явно, что, понимаешь, там из моего личного опыта я точно знаю, что я им переболел. Вот точно я знаю, что я им переболел. Пошел сдавать на антитела, нет, у меня нету антител на коронавирус. Значит, я им не болел, что ли? Я не понимаю. А что я так мучился тогда три недели, четыре недели, ради чего непонятно. Теперь у наших знакомых переболел муж, жена, дети и няня. Двое из них показывают, что у них были антитела. Есть антитела, а двое показывают, что нет антител. А все показали, что они болели. Но когда они заболевали, показывал, что вирус у них есть. Теперь вируса нет, но антитела только у двоих. Нифига непонятно. Или тесты нехорошие, непонятно, не работают. Или какой-то это вирус очень хитрый, засекреченный, который ученые не могут никак разобраться в нем. Не поймешь. Но больше всего мне нравится то, что когда шли протесты, и вот это вот миллион людей идет, все обнимается, никаких масок, ничего, драки, это все полицейские, все это все. Демократические наши, демократические лидеры говорят, правильно, я поддерживаю эти протесты, люди должны собираться, например, это наше конституционное право, мы должны защищать себя, все такое. Ты думаешь, подожди, идиоты, вчера вы прям готовы были разорвать человека, если он, не дай бог, оказался на две минуты на улице не в маске и стоял на один шаг ближе, чем измеренно этим. А сегодня вы говорите, что это правильно, что ходить. Теперь у нас идет слет у Трампа на стадионе. Они начинают на него подавать в суд, что слет нельзя делать, потому что люди там могут заразиться, и это очень близко. Здесь протест можно, нужно, они поддерживают это, а вот на слет Трампа это нельзя, это он хочет убить полнарода, причем своих же избирателей, похоже. И я предложил сразу, я сказал, надо изменить, просто переименовать слет на протест. Поэтому если они назовут это протестом, тогда все нормально, тогда можно, тогда мы поддерживаем это. Вот такой маразм, вот такая фигня происходит, понимаешь, это, у меня такое впечатление, что многие совсем долбанулись уже мозгами, и несут, черт знает что, ничего не поймешь. Ну, скорее всего, это долбление мозгами происходит, мне так кажется, от трусости. Люди не понимают, зачем они живут, ни во что не верят, и страшно боятся умереть, и поэтому боятся этих всех вирусов. А те, кому надо, этим всем удачно пользуются. Бесконечные гробы по телевизору, траншеи с мертвыми и так далее, это все как раз для того населения. Ну, может быть, оно и, может быть, знаешь, я не хочу говорить, что я самый умный человек в мире, там, что я все знаю, и я даже сам в это не верю, но наверное, пока ты сам на себе не испытаешь, и пока ты сам это не увидишь, ты, человек не боится. Вот в моем окружении я никого не знаю, кто умер от этого. Ни одного человека. Нет, ну, это дело не в личных ощущениях. Есть статистика. Статистика говорит, что в этом году, в это же время, меньше смертей, чем в прошлых. И в Украине, так и в Италии, так и о какой-то там эпидемии вести речь, это мошенничество. Вирус есть, первый пункт, второй пункт эпидемии нет. Как они подсчитывают это, я не знаю, как, понятно, что есть, но вид, только говорят, что это обыкновенная простуда, кто-то говорит, что это вообще капец, нам все, конец света. Не, ну, осложнения есть более тяжелые, да, ладно, мы в медицину ушли. Я тебе говорю, нет, я тебе говорю о человеческих ощущениях, пока ты, наверное, на себе не испытаешься, ты не боишься, что человек не будет. Потому что я в своем окружении не знаю никого, кто умер от этого. Более того, всех, кого я знаю, я спрашиваю, ты знаешь, кого у него умер? Они тоже не знают никого. Теперь у меня есть тетя, ей 85 лет, она была в доме престарела, она мне не родная тетя. И она заболела этим коронавирусом, они сказали, они туда никого не пускали, ее даже посадили на этот дышащий, ну, дыхательный аппарат. Я, в принципе... Вентиляции легких ИВЛ, да? Да, я, в принципе, всем сказал, я говорю, ну, все, салям алейкум, надо прощаться с тетей. Потому что, насколько нам рассказывают по телевизору, что это для пожилого человека в доме престарелых, вентилятор, это все, это уже только держит, чтобы люди психологически подготовились. Она выздоровела, я говорю, что она нормально, она выздоровела. Я, там еще одного, мы знакомого, дед, тоже в доме престарелых, ему 100 лет. То же самое, он заболел этим и выздоровел. Поэтому такое впечатление, что я не понимаю. Вот, казалось бы, даже два человека, которые я должен был знать лично, которые должны были умереть, они живут. Ну, я не расстроен этим никаким образом, конечно. Просто... Наследство было там. У меня, у меня с той политикой, которая происходит сейчас у нас в стране, и вот с этим коронавирусом мой покойный папа говорил, что ему нужен врач ухоглаз. Я не знаю, я уже раз говорил, ухоглаз. Он говорит, нету такого врача, есть ухо, горло, нос. Он говорит, нет, нужен ухоглаз. Потому что то, что я слышу и то, что я вижу, совершенно две разные вещи. Он это про советскую власть говорил. А я говорю это сейчас вот с этим. Может быть, когда кто-нибудь там из моих знакомых или, ну, не дай бог, кто-то там умрет или пострадает из-за этого. Может, я тогда перепугаюсь. Но на сегодняшний день я... Нет, ну, как это ни печально, но когда-нибудь кто-то из знакомых, не дай бог, родственников умрет от пневмонии, которую вызывает коронавирус. Ее могут вызвать другие вирусы, в том числе и гриппа. От пневмонии очень частые осложнения и летальные исходы именно у пожилых людей. Пневмония это очень тяжело для пожилого человека. Если вам больше 80 лет, очень тяжело пережить обычную пневмонию. Поэтому тут... Ну, понимаешь, и вот ты не поймешь, потому что что у нас сегодня в стране происходит? У нас такое происходит, что в год, если статистику читать, в год у нас погибает от полицейских, полицейские пристрелили 9 невооруженных чернокожих мужиков. В основном бандюганов каких-то. Или наркоманов. И вот, конечно, это плохо, да, чтобы там безоружного человека они пристрелили. И вот у нас такой вот бунт из-за одного такого бандюгана, и вот по всему миру пошел бунт, и уже перебило много людей, покалечило много людей, пострадало много бизнес, пострадало много людей из-за этого. А также по статистике у нас в год от убийства чернокожих на чернокожих, один чернокожий убивает другого чернокожих, 9 тысяч. Вот 9 человек и 9 тысяч. Но там никаких бунтов нет. Там эти Black Lives, эти, они не считаются. Это нормально. Это никого не расстраивает. Вот только расстраивает, если полицейский убил, он 9. Тогда бунт на весь мир. А тут то, что 9 тысяч убивает, мне кажется, это к нам не относится. Это ничего страшного, да. Вот этот, вот этот маразм я тоже понять не могу. Чего вы бунтуете здесь, когда у вас проблема там? Так же вот у меня и с коронавирусом такое же понятие. Вы чего-то психанули? А из-за чего? Я помню, когда СПИД был, вот эта смертельная болезнь, которая убивалась. Сначала все сказали, что она только на гомосексуалистов распространяется. Потом сказали на гомосексуалистов и те, которые используют шприцы наркоманов. Они делятся шприцами, и они от этого пьют. Теперь никто от него не погибает, от этого СПИДа. Вроде все живут, как и жили. Ну, там лекарства принимают. Но такой паники, такой же истерики не было, как сейчас. Не знаю. Кстати, Гарри, о гомосексуалистах еще один вопрос приходит в голову. Сегодня в посольстве США в городе, в славном городке Москва, в Российской Федерации развернули огромный радужный флаг и вывесили с балкона. Это случайным образом совпало с тем, что сегодня люди пошли на так называемое голосование по изнасилованию Российской Конституции. Естественно, конечно, я уже просто уверен в том, что сегодня... А это не фейк, это настоящее. Я видел эту фотку сегодня. Нет, 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 нет. Это настоящее. Об этом Радио Свобода сообщает. Это не фейк, да. И в этом отношении, конечно, несложно предугадать, что будет сегодня твориться в российских путинских СМИ на центральных каналах. Как вы думаете, может в посольстве сидит какой-то крот? Ведь мы понимаем, что теперь проголославших за это изнасилование будет больше. Ну, абсолютно отрицательный эффект. Зачем сегодня это было делать? Мы знаем, что была реклама, упирали на эту тему. С каким-то странным чувством юмора, да, не знаю. Я даже не могу про это прокомментировать, потому что я не совсем понимаю. Это вообще этот флаг, он не официальный. Это с какого... Мы пишем передачу в четверг днем по европейскому времени. Мы, конечно же, посмотрим новых фактов по этому вопросу. Наверняка будут и объяснения посольства. А может быть, действительно такой широкомасштабный фейк закинули, но я даже видео сегодня уже наблюдал на эту тему, поэтому... Для меня странно, потому что у нас, допустим, есть там в американском посольстве очень так престижно у нас празднуется день рождения морской пехоты США. Но никогда флаг морской пехоты не выставляется в посольстве наружу. Только флаг Соединенных Штатов Америки я никогда не видел, чтобы... А флаг ЛГБТ, они вообще... Это не официальный флаг. У нас нет такого флага в государстве. У нас есть флаг официальный по военно-пленам и без вести пропавшим. Такой черный флаг, который иногда вывешен в посольстве. Я никогда не видел вообще, чтобы вывешивали что-то, кроме американского флага. Что-то кто-то... Да, разберитесь, пожалуйста. А как? Подожди, Василий, а как голосование уже прошло? Нет, а сегодня началось предварительное голосование. То есть можно голосовать онлайн, приходить там на какие-то... Потому что я очень пережил. В каких-то багажниках машин открыли точки, в каких-то спортзалах, там цирк. Сегодня мы, кстати, будем делать ролик на эту тему, друзья. Не пропустите, выпустим его в пятницу утром. Мы поприкалываемся. Да, пожалуйста, пришли мне, потому что я переживаю все-таки, как пройдут эти выборы. Что именно прислать, Горя? Так проголосуй. Ну, ролик мне, пожалуйста, пришли. Сообщи мне сразу, как ты узнаешь, как прошли выборы, потому что я переживаю. Нет, нет, нет. Официальные выборы на все открытые участки придут первого числа. А сегодня предварительно... Ну, не предварительные выборы, а возможность проголосовать предварительно. Те, кто хочет раньше. Те, кто уезжает куда-то. Те, кто хочет по интернету. Я должен переживать еще до первого числа. Да, да, это важное событие, конечно. Ну, я сразу говорю, будет 72%. Но я же не знаю, как это голосование пройдет. Я переживаю. Устраиваем, делаем ставки. Я 72% даю. Ты сколько? Вдруг люди проголосуют неправильно. Я же не знаю. Я переживаю за это. Да, мы не будем обсуждать, стоило идти голосовать или нет, поскольку наша передача уже, я думаю, что затянулась. Я напоследок хочу поделиться, друзья, с вами новостью интересной, чтобы, наверное, поднять вам настроение. Эта новость сегодня... Я сегодня прочитал эту новость, она пришла к нам из Эстонии. Дело в том, что из этой прекрасной прибалтийской страны, кстати, там, где ваш заклятый друг, с которым вы все никак не встретитесь, в эфире Артемий Троицкий там проживает. И из Эстонии сообщают, для доставки людей с острова Найсаар на материк не удалось найти трезвого капитана парома. В среду утром в полицию сообщили о пьяном мужчине, который упал, ударился головой. Выяснилось, что речь идет о капитане пассажирского судна Моника, который около трех часов дня должен был доставить полусотню человек на материк. За штурвал попытался встать его помощник, но он оказался тоже сильно нетрезвый. Тогда с берега привезли нового капитана, третьего, но и он оказался на веселе. Владелец парома предложил пассажирам подождать следующего парома, но те разошлись. Вот такая интересная новость. Весела жизнь в Эстонии. Конечно, хотелось бы прокатиться на таком пароме. А может и не нужно. Спасибо большое, Гарри. Я напоминаю зрителям, что у вас есть свой канал, где собраны передачи с вашим участием. В том числе, друзья, вы можете посмотреть диалог Гарри с Равином, о котором он сегодня упоминал. На этом канале все выложено. Ссылочка внизу в описании. Заходите и подписывайтесь, кто почему-то этого еще не сделал. Всем здоровья, не болейте. Спасибо, Гарри. До свидания. До следующего. Спасибо. Всем всего доброго, друзья. Подписывайтесь на наш второй канал на сайте Patreon. Там вы многое увидите раньше. А также подписывайтесь на наш форум, который находится по короткому адресу sabinews.com. Там вы можете задавать вопросы как участникам наших программ, так и любые вопросы по работе канала и общаться между собой, создавать свои темы. Если вам сегодняшняя передача показалась полезной, друзья, и нужной, то поставьте, пожалуйста, лайк. Этим вы поможете к продвижению данного ролика на YouTube. Подписывайтесь на канал и, конечно же, кому это не сложно, оказывайте помощь нашему коллективу для развития нашего канала. Ссылки в описании. Всем пока. Здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok